я рад вас всех приветствовать на канале scard of road с вами константин и у нас сегодня необычное но очень интересное мероприятие мы сегодня опять на гонках но это чуть-чуть по-другому вы уж извините опять заговорящую голову но уж послушайте важную информацию да потому что это вот такой формат который нужно все-таки обговорить в общем почему мы не выезжаем в лес не выезжаем в лес потому что очень сухо солнечно и в лесу только убийство машин что это за мероприятие вот здесь вот будет картинка если вы не видели эту афишу значит вы не подписаны на наш телеграм нельзя грамм не выка потому что все афиши вся информация была там где-то найти конечно же ссылка в описании видео нажимайте на все наши соцсети можете перейти и посмотреть что же и когда будет проходить календарь мероприятий там присутствует как вы знаете я музыку не подставляет это мадам хвастается своей установкой в общем ребята давайте назовем это экспресс джип спринт потому что у нас сегодня будет крайне необычная интересная гонка такого формата еще не было на нашем канале то такое трасса экспресс джип спринт как я ее назвал это что-то вроде спецучастка и россии трасса буквально 800 метров спуститься вниз заехать воду развернуться вокруг того дерева и вернуться также по глубокой лужи и заехать обратно одному на трассе будет одна машина ей дается 10 минут времени и сколько она успеет максимально сделать много кругов то есть контактной битве не будет никто кому мешать не будет жеребьевка решит кто поедет в первый кто по второй и у нас сегодня здесь всего две категории категория туризм и категория спорт причем просто идет разделение по колесам в 33 колеса у нас раздел то есть не вы на 33 колесах могут пойти и в туризм и поехать в спорт участвовать в двух категориях находимся мы в адыгее республики аул тахтамукай и приурочено это мероприятие к столетию тахтамукайского района вот здесь не несмотря на то что небольшое мероприятие зато очень ценные денежные призы за первое второе место 3 будут платиться денежка поэтому несмотря на то что это любительское как говорится мероприятие то сегодня мы видим очень много спортсменов красная симба там сашки приехали плюс еще пусть лобинские пацаны также здесь адам где аватар вот у человека свой кайф он музыкой занимается и штурманит аватара ну чё машина как у вас готова не готова готова морально волевые все ты думаешь будешь что не якорь доставать или все-таки валера вытащит без лебедки 10 минут без остановки ратата все болеем за аватара адам очень мощный быстрый штурман так ну тут уже что-то поломали красная нива наши снаря макс чё как дела нормально это плохо это должны работать как все грамотно сделано 16 стоит как видите место много компрессор очень хороший такой можно приобрести пишите на почту я вас проконсультирую пневмо система на переднюю блокировку и электрическая hardlock у него сзади вот 33 колеса но машина как вы видите и знаете участвует призмлайт также друзья кавказ база у нас сегодня большим составом с палатками с флагами в общем развиваемся потихоньку тоже сделали видите такие уже познавательные знаки свои слажень экипаж с палаточкой все как положено мощные любительские говорит будут соревнования валера привет и так первые участники на трассе александр коляга александр автомобиль годзилла это все спринтовики трасса как я говорил короткая но техничная такой формат и россии очень к этому подходит только не один круг а 10 минут даже не вы не помещаете сколько времени занимает это только первый экипаж а что будет после 10 и на перегон в общем получается ну сложно нелегко точно и подъем круг получился две минуты то есть можно успеть 5 кругов ejecutor круг а а а а Играет музыка Саша так и перевернуться может, он любитель Он умеет, да Видел видео, где зебра взлетает, машина моя, это он Это он О, как хорошо прошел Прошел, вот это уходит Пошел, вот это первая неноска Так, еще Еще один круг Какой-то нехороший звук Похоже, как будто колодка вылетела И вот первая лебедка Александр Конечно, когда время на гонку Гонка на время Это Существенно Ухудшает результат Но все в одинаковых условиях Можно сказать, поэтому Не работает лебедка Лебедка у него хорошая Вертикалка, гигельпин Заработала Включили массу Чуть-чуть буквально Скользкая грязь Суета Суета Но это получается Последний круг Заключительный у этого экипажа По-моему, больше 10 За 10 минут На трассе Следующий экипаж Аватар Валера И Адам У Валеры мотор крутит Но, походу, подгорели колечки Из последнего выезда Поэтому подымливает Но Сказал, сейчас прокатимся И будем делать А пободрее, чем Саша едет Пошире берет радиус В принципе, может даже и влезет В лес Аминьe Вдет Аминьe Аминьи 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 Ай, как ударился. Отбивка круга и на очередной. Ой, как нехорошо. Так, вот она. 7 минут, четвертый круг. Это траектория хуже. Итак, экипаж кочевник. Дима в руле. Дима в руле. Дима в руле. Дима в руле. очень много времени теряют получается лебедился и закусила трос лебедки элег не может его выдернуть с барабана время теряется уже в круг проехали минуты две стоят у машины немножко другой звук переделанная выхлопная крути 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 не сидит плотно что ж такое и снова якорь это первый круг опять заживало это умеешь не надо нет не научили опять на мало лебед но тут уже если честно ребята видеть то что гонка быстрая такая задержка уже точно не призовое место машина-то идет вот хороший проект вот вот Продолжение следует... Итак, пусть лобинский экипаж, Макс, машина называется Чикаго Булз, шестнарь двигатель, принудительные блокировки. И на стандартной раздатке в Староминской он порвал и заниженную раздатку, поставил сток, то есть один к двум. Тяжковато. Выбрал другую траекторию, идет, хорошо идет. Безсложную траекторию поехал, справа удобнее поплыла машина, потому что дырок меньше. Да вот и пистарь на низах, пока не раскрутит и поедет. Он его, по-моему, вообще оторвал. Он загнутый. Глушай, по-моему, вот так вот труба. Второй круг прошел заметно быстрее, чем красный кочевник. К шестнарю есть вопросики. Или к раздатке есть вопросики, как будто не хватает все-таки ему занижения. И сразу сейчас ходом выйдет с первого раза. Много воды, тяжело толкать. Сейчас ходом выскочит сразу. Ой. 5-15 так экипаж симба олег за рулем дима штурман хорошо заезжает мотор хорошо работает без провала застрял не едет вот это вот вопрос да то есть получается одинаковые не вы то есть красная только что у славинская ехала без проблем спортсмены в ниве открытые с обрезанными машинами более легкими не могут проехать чуть-чуть буквально сидит может траектория не так вот терраса короче вопрос с колеей зато из воды выходят проще потому что в массы меньше чем вот у славинской здесь они выигрывают получается на первой передаче вот левее им надо левее левее он сюда стремится ему на ой как плотненько ой как плохо там идет так второй круг вторая лебедка хорошо прилип вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Во-во-во... Ну, получше, получше... Другую траекторию взял... Вот это вот нормальный проезд... Еще обрезанная Нива, агрессивный старт... К сожалению, не знаю, откуда что... Номер 6... По-моему, что-то захрустело сразу... Хорошая траектория... Неплохо крутит мотор... Хорошее вращение колеса... Раскидывает, машина тянет... А неплохо... Очень, очень неплохо... Мост неопаренный... Это автомобиль из Адыгея... Подсказывают здесь недалеко... Гатлукай... Ау... Порвал! По-моему, что-то порвал... Раздатка... Порва... По-моему, на повышенном, как будто... Это конечная, мне кажется... Раздатку порвал на пониженной Включил повышенную Спереди преднатяг Что, раздатку порвали? Первая Спереди преднатяг И что у вас не получилось? Все получилось Мы сегодня очень сильные были Отломали ручку КПП Неплохо Неплохо На какой? На Симбе, да, получается? Что так много лебедок? А у нас трос подвел Да, я видел, как он долго его вытаскивал Нам разрыли И мы и поняли Не как у Слабинских правильно делали А мы по-близнему Я видел По сложной траектории Ну вы легких не ищете Да, да, да Все хорошо, сейчас спорт На чем? На обе А, да? Нормально Ты поэтому на первое все время доехал, чтобы не переключаться? Я ее держал первое постоянно Он когда только здесь выпрыгивал На второе и пошли Все, я понял Так, все невоводы Идут в следующую категорию Категорию спорт И плюс еще добавляются уазики Пацаны не накатались Итак, стартовала категория спорт У Слабинский экипаж Чикаго Боллс Первый Идет Все, есть лужа Номер не потеряет Очень плохой звук Номер не потеряет Лихой Слабинский экипаж Провод Тоже, бы Слабинский экипаж Идет круг по ним получается поменялся что они вот сейчас это первое как и в категории туризм было только они теперь откуда выезжали сейчас сюда заезжают и по кругу вот так вот по камешам по дальней траектории делают круг зрителей прибавилось к обеду ну на самом деле то что макс приехал на этот катик все потерял номер него плавает хорошо что здесь испробовал новую конфигурацию получается трансмиссии просто если бы поехал на этом конфиге в маламина то там шансов бы не было вообще вот там трасса будет по-другому а тут получается что они купаются машина набирает воду и притапливается вот кто не тонет ты газуй хоть это ты газуй там ты номер потерял самое неприкольное но это с любительские гонки зато хорошо что сегодня испробовал да не в малой немаламина где там водички много водички много итак чикаго bulls вход первый технический у машины вторую категорию машина не выдержала какие-то проблемы с водой не дружит но ничего это все к тренингу и доработкам ждем сейчас ее эвакуирует за ленточку и старт следующей машины и так первый за сегодняшний день представитель уазов прикольный цвет на злой резине лебедка спереди обычная а китайская мосты прямые неплохо крутит мотор инжектор но воды идет уверенно сейчас фонтан 2 минуты ушло на круг это очень хорош Продолжение следует... 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 вот столько мусора после камышей порвали трос питон вот валяется просто оборванный край вот так вот пробили колесо то что было снято димон там дальше выковыривать кардана тут тоже обрезают сейчас подойдем к парням спросим что случилось немножко нагрелся у вас да сила когда я случилось парни как так хорошо начали я думал ну все сейчас выиграете что-то поломали передний мост жаль так хорошо ехали так уверенно не фартануло этот конечно еще сильный и так экипаж годзилла сашка и сашка с характерным скрипучим звуком ну ребят трасса я хочу сказать разбита настолько что вообще гонки подразумевались для любителей но здесь любителям уже делать нечего только подготовленные машины уазики подразбили трассу вертикалка тянет нормально шевелится шевелится экипаж аватара смотрит как едут конкуренты отлично прошел отлично прям хорошо и машина себя хорошо чувствует наконец-то в середине сезона она более не вот начала ехать как говорится от себя доработал и подъем круг закончен звук конечно странный страшный а а а а ленточка плюс 30 секунд не такой большой пенализация не такая большая звук будто подшипник хвостовика рассыпался но темп свой нашел прям хорошо идет вот в этом месте иногда застареет но уже по-моему нет да четко четко очень быстро нива плавает он получается едет вода обратно начала идти его обратно оттащила колесо не работает правая порвал походу все доломал прыгай 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 ой-ой-ой валера валера не надо так успокойся а 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 ой-ой-ой куда ты ой-ой-ой сильно сильно заехал затянуло да получается он прям в целину заехал там где никто не ехал там из за того что камыш лежит из за то что волна его постоянно прибивает и он ложился надо газу 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 вот сейчас вода четко четко отлично отличный темп лишь бы не перевернулся он может зато ну а а но а и и а а и а Лево, 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 красавчик, вот это хороший круг будет, вот это будет отличный круг. Как будто стоит, не движется, движется, сейчас выйдет на лёгкую, газу, газу, адам открывает дверь, чтоб набрать воды быстрее, вот это да, ай, ударился опять. Ну две минуты круг, нормально, минута сорок, семь, если пойдет в таком темпе, есть все шансы. Он так и хочет лечь. Влево, да, 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 отлично, вот так и надо. Нашел Валера свой темп. Круто, круто, круто. Да, проехал самую сложную точку, молодец. Экипаж Симба, следующая категория, спорт. Олег за рулем, едут спокойно, сейчас первый прикаточный поймут траекторию, как ехать, и потом уже будут лупить. Валера сделал семь кругов зачет за 15 минут. Вылетело, вылетело. У Олега поломан рычаг КПП. Симба очень тихо работает, машина сама по себе. Проехал первый круг без лебедки, хорошие шансы на быстрый круг. Мотор очень странный звук. Такой неприятно, нехороший, металлический. Ну, Олег сейчас намного быстрее идет, чем Аватар, потому что Аватар на первом круге лебедился почти 3 минуты. Поэтому шанс объехать его есть. Если вот в этом темпе проедут, то успеют 8 кругов. Олег, стучи! Потому что не тянет мотор. А мотор не тянет, потому что застучал из-за воды. У нас приехал новый участник. Турбозверь. В общем, УАЗик. Короче, призовые. Не хотят его в зачет пускать. Потому что до 36-х писали в регламенте. Ну, как бы в афише. Он приехал, у него 37-е. Боятся конкуренции. Поэтому сказали, как шоу-кар. Не за счета можешь выступить. А так нежелательно. Ну, а так это Виталика. Турбозверь. Уже не раз появлялся на канале. 37-е Джорне Диггер. Ну, и сходим к СИМБе. Миш, у тебя мотор. Но внешне целый. Блок, блок. Блес, смотри, красненько. Крышку клапанов не нужно. Ну, давай, ты отверни. Не открывай. Отойди. Ха. Ну, суфига себе. Это не вода, блядь. За первую. Вот это да. Суп. 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 Продолжение следует... 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 любительская оказалось что такие спортсмены сегодня были поломки и эвакуации в общем было круто на уровне в общем спасибо что посмотрели это видео рекомендуйте друзьям все ссылки в описании под видео на все группы социальные сети там где все афиши следующая либо в лес скорее всего в лес либо через месяц 20 21 июля поселок маломино успенского района будет четвертый этап организатор лёха пушка и там будет очень люто там предполагается к ворум больше ста машин потому что там приедет почти все из к фо там будет заруба ребята просто мощнейший всех ждем спасибо до новых встреч я желаю вам удачи и пока удачи